Вопрос выбора ангиопротезов остается актуальным, в том числе и в аутологической практике. При проведении комбинированных операций с резекцией и при проведении различных сосудистых реконструктивных операций. При пластике сосудов малого диаметра недостатки имеют не только синтетические протезы, но также и аутологические графы. Среди биотехнологических подходов при состоянии сосудистых протезов следует выделить использование и скаполдов из ксиногенных тканей, которые подвергаются для витализации. Использование традиционных химических веществ для обработки и консервантов на этапе предупрессионной обработки ксиногенных тканей оказывает свое негативное влияние на качество протезов. В опубликованных данных представлено, что даже комические образцы имеют склонность к кальцификации, склонности к остаточной антигенности и структурной деградации сена скаполдов в отдаленные сроки. Поэтому поиск новых подходов к созданию сосудистых скаполдов остается актуальным и в наше время. В отделе экспериментальной криемедицины нашего института разработана технология подготовки сосудистых протезов малодиаметра с использованием комбинированного действия, низких температур и ионизирующих излучений. Мы использовали внутренние грудные артерии свиньи диаметром 2,5-4,5 мм. Сосуды после предупреждительной механической обработки погружали в криопробитках в жидкие газы. После отогрева артерии облучали на линейном ускорителе потоком электронов. На начальных этапах нами было проведено большое маклышки исследований, по изучению в ходе которого удалось оценить, как влияет каждый из факторов в отдельности и в комбинации на структурные компоненты изолированных сосудов. После замораживания отогрева наблюдали разрыхление очаговую дисфимацию эндотелия. Средний слой артериальной стенки характеризовался деформацией, развлокнением и множеством продольно-ориентированных микроразрывов мышечных волокон, что связано с механическими напряжениями, которые претерпевает стенка сосуда вследствие кристаллообразования льда. Эластические волокны артерии характеризовались снижением извитости и компактным расположением. Такие изменения связаны с формированием дополнительных шивок между соединительными волокнами и сближением за счёт заполнения пространства развлокнённых мышечных волокон, а также частичной для гидротации сосудистой стенки. После облучения импрегнация серебром межкредитных границ демонстрировала практически полное отсутствие эндотелиального слоя, что связано с высокой радиочувствительностью эндотелиоцитов. Сосудистая медиа характеризовалась развлокненными мышечными волокнами при наличии сегментированных и детерминированных ядер латкомочечных клеток. Структура и пространственная организация эластических мембран и коллагеновых волокон преимущественно сохранялась, однако отмечалось набухание эластических мембран и участки их развлокнения. После комбинированного действия замораживания отогрева и последующего облучения потоком электронов эндотелиальная выстилка отсутствовала полностью. Отмечалось наличие деформированных и сегментированных ядер латкомочечных клеток, расположенных между сближенными и эластическими мембранами. Структура сегментарных волокон преимущественно сохранялась, при этом участки их развлокнения, в отличие от изолированных облученных артерий, отсутствовали. Это связано с менее выраженным набуханием сегментарных волокон, то есть можно предположить наличие протекторного действия замораживания отогревания на соединительной структуре сосудистой стенки, уменьшающие изменения, вызванные облучением. В целом комбинированное замораживание отогрева после последующего индикации облучения приводит к более значимой девитализации фрагментов артерий свиньи с сохранением эластических мембран, тучковых коллагенных волокон, а также их пространственных взаимосвязей. В ходе гистерохимического исследования, при изучении экспрессии эпителиального альфа-галлепитопа, который представляет собой антиген для человека, является главным сдерживающим фактором при диоксенотрансплантации органов от свиньи к человеку, установлено, что у девитализированных графтов относительно площадь экспрессии эпитопа на ламинальной поверхности сосудов снизилась на 98%. При исследовании зависимости относительно деформации сосудистой стенки от приложенной нагрузки, показано, что основные различия связаны с продолжительностью участка упругой деформации, показательными растяжимости и предельной прочности артерий. После замораживания отогрева увеличение максимального растяжения артерий происходило за счет области упругой деформации, что свидетельствует о наличии молекулярных взаимодействий между фибрилами и галлокеном, поскольку своим расположением под линейку сосудов именно они несут основную нагрузку при продольном одноосном напряжении. Облучение потоком электронов также приводит к повышению прочностных характеристик артерий и увеличивает показатель относительного удлинения. Механизм этих изменений заключается в формировании дополнительных внутри- и межмонекулярных крослинг-шивок между отдельными галлокенами фибрилами. При исследовании прочности в радиальном направлении установлено, что замораживание отогревания не влияет на данную физическую характеристику, а ионизирующее облучение вызывает повышение прочности во взаимно-приконекулярных направлениях. При этом упругость обработанных артерий в области физиологических нагрузок остаются на уровне нативных сосудов. В нами было проведено изучение особенностей биоинтеграции и функциональной эффективности сосудистых графтов, модифицированных креорадиационным способом на экспериментальных животных. Было проведено 29 оперативных вмешательств по протезированию брюшного отдела ауфиколика. На слайде представлена этапа оперативного вмешательства. Как видно на видео, после завершения оперативного вмешательства мы отмечали полноценную проходимость в зонах анастомоза и пульсацию в сосудистом протезе. В некоторых экспериментах трансплантировали протез заведомо большей длины с целью исследования графта в более напряженных гемодинамических нагрузках. После операции все животные проявляли нормальную физиологическую активность. В одном случае была кратчика, которая даже после протезирования привела в здоровое потомство. Особо отметим, что в послеоперационном периоде иммунодепрессанты не использовались, а максимальный срок наблюдения после операции составил 4,5 года. Барфологию протеза после трансплантации исследовали на разных сроках. К 15-м суткам санистаткальная структура протеза полностью сохранялась. Признаки деструкино-некротических изменений отсутствовали. Реакции иммунного воспаления и отторжения не наблюдались. Криминальная поверхность графта характеризовалась наличием сохраненной целостности внутренней эластической мембраны, на которой визуализировались множественные группы латалиоцитов. Через 9 месяцев наблюдения деструктивно-дегенеративные изменения отсутствовали. В средней оболочке сосуда обнаружены гибробласты и гладкомышечные клетки, характеризующие ремоделирование герческих тканей. Через 12 месяцев наблюдали значительное увеличение количества клеток, преимущественно фибробластов, в средней оболочке сосуда при сохранении целостности и упорядоченности соединительной тканной структуры герцитализированных сосудов. Люминальная поверхность протеза не отличалась от такой интактной аорты, при сеночных тромбах не наблюдали. Стенка сосудистого протеза представлена целостностными, упорядоченная расположенными коллагеновыми и эластинными волокнами. Между ними были две гладкомышечные клетки и гидробласты. Максимальное ремоделирование протеза происходило в 14 месяцах после имплантации. Новообразованные сениткальные волокна реципиента выполняли внутреннюю и наружную трети протеза. Волокна средней стенки сосуда сохраняли структурную целостность и упорядоченность. Анализ аорты образцов на длительных сроках наблюдения показал полное отсутствие грубых рубцов и сращений. Просветы во всех случаях проходимы и высланы интимы. Средняя оболочка имеет хорошо развитый эластический каркас, приближённый по строению к интактному. Адинфициальная оболочка имела нормальное строение с хорошо сформированной сетью вазовозора, что обеспечивает полноценное питание сосудистой стеной. У кролей через два года после трансплантации по данным ультразвукового исследования установлено, что диаметр протеза увеличился на 0,6 мм по сравнению с исходным. При исследовании в спектральном допперовском режиме показано, что средняя скорость кровотока в протезе уменьшилась на 15% по сравнению со скоростью в натильном сосуде, что свидетельствовало о незначительном анализматическом расширении сосудистого протеза. Таким образом, перерадиационные обработанные сосудистые ксенопротезы малого диаметра обладают потенциалом клеточной репопуляции, поддерживают прооперацию и жизнеспособность клеток, служат каркасом для формирования полноценной сосудистой стенки, выдерживающей длительный гемогенический нагрузок. В дополнение к вышеизложенному следу сказать, что данный способ обеспечивает полноценную бактериальную и вирусную стерилизацию и дает возможность длительного хранения сосудистых протезов. Спасибо за внимание.